Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Выбирать то, что мне нравится, или лучше угождать любимому человеку, просто из-за того, что я организатор разных мероприятий, мало времени проводим вместе, меня это не расстраивает, так что я погружена в работу. А вот молодой человек очень ревнует, контролирует и загоняется, уже разговаривали, не помогает, хотел уйти от него, вот, не знаю, помогите, пожалуйста. Ну что же, если у молодого человека есть к вам, так скажем, чувства, вот, и если он хочет с вами быть, вот, то, на мой взгляд, ему стоит обратиться к психологу, да, и, в общем и целом, начать какую-то работу над собой, да, для того, чтобы не разрушать отношения ваши своими внутренними противоречиями, конфликтами и так далее. Вот, а с другой стороны, с другой стороны, если человек считает, что все в порядке, вот, то есть, если человек, как-то, вот, ну, полагает, что так и должно быть, то есть, настаивает на своих, значит, ну, убеждениях, например, вот, вот, то в таком случае, конечно, есть вопросы относительно того, как же он тогда стал, ну, условно говоря, рядом с вами, то есть, как он вас выбрал тогда, получается. Вот, и это очень такой важный, как мне думается момент, вот, поэтому, в первую очередь, я думаю, нужно обратить внимание на, на то, что вообще, конкретно, беспокоить молодого человека, да, вот, чего он хочет, что ему важно, и больше, я думаю, уже нужно будет о чем-то здесь говорить, да, ну, то есть, то есть, вот, в смысле, в смысле того, что нужно, нужно сначала, ну, как-то вообще, понять, значит, какие-то, ну, требования, требования, да, человека, вот, и уже после этого, значит, думать о том, что можно, вообще с ними, ну, с ними делать, с ними делать, с этими требованиями, собственно говоря, ну, вот, поэтому я думаю, что такой ответ, ну, такой момент является самым, значит, адекватным в весе и самым в весе, верным, 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 рациональным решением в этой ситуации, вот, потому что, ну, совершенно очевидно, да, что если у человека есть к вам чувства, вот, и он просто не знает, куда деваться, а вот, значит, эм, куда деваться, э, со своими, ну, какими-то, э, ну, переживаниями, вот, э, 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 ну, Ну вот, соответственно, ему можно помочь, ну, ему можно помочь этом, ну, прожить, вот, понимаете, да? Поэтому, вот, я думаю, какой-то такой ответ можно дать. А если же вы, ну, сами как-то вот испытываете какие-то конфликты, да, внутренние, по поводу этой ситуации, то же вам нужно разобраться с тем, а что же вы ощущаете? Вот. Как вы, ну, реагируете, да, на, там, допустим, допустим, его обвинения, да, например, на его, на его контроль. И дальше уже можно будет что-то с этим делать. А, значит, случайно ли, что вы, будучи такой активный, да, такой подвижный, выбираете себе мужчину более, ну, более спокойного, да, как-то, более такого домашнего, если хотите. А, вот. Вот. Случайно ли это? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это не случайно, то, что, вот, то, что, ну, вы такого мужчину выбрали себе. Вот. А, я думаю, вам хочется какого-то вот, знаете, такого, ну, заземления. А, вот. И, допруз. На мой, как-бы взгляд, заключается в том, а как же вы реализуете свою потребность в этом, в неком таком земле, в некой такой защищенности может быть, вот, да это очень, как мне кажется важный момент и на это вам нужно обратить свое внимание, ага, помимо, помимо этого, помимо, я думаю, что очень важно то, что вас с молодым человеком связывают, что вас объединяются, да? Что между вами общего? И так далее, это тоже, на мой взгляд, важно, в том числе, если молодой человек вас, ну, ревнует, да? Ну, к примеру, если он вас ревнует и довольно много внимания уделяется этим вещам, ревности и так далее, то вполне может быть, что объединяет вас не так уж и надо, в этом, ну, в этом случае. И если это так, то очевидно, что имеет смысл как-то вот искать большие, ну, точки, да? И так, да, соприкосновение, вот, потому что, как мне кажется, их не очень много, если молодой человек, вот, уделяет столько, столько внимания, да, вот, контролю, ревности, загонам и так далее. И, как мне кажется, вот, только если, вот, ничего из этого не получится, да, вот, вот, только, только если, ничего из этого не сработает, тогда можно думать о расставании. Потому что, ну, опять же, по моему мнению, да, расстаться вы, в принципе, успеете всегда. Ну, в том смысле, что расстаться не сложно. Заходили, взяли, расстались, никаких проблем, на мой взгляд, в этом нет. А вот, как бы, потерять человека, да, который, ну, обладает для вас, значит, ну, каким-то значением, да, вот, потерять этого человека было бы, наверное, не совсем. Ну, не совсем справедливо. По отношению к вам, мы не должны гуман. А вот, в принципе, вот, такой ответ. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. И, да, в качестве, в качестве заключения, вот, еще хотел бы, да, добавить, потому что, как-то вот, забыл я об этом сказать в начале. В качестве заключения, вот, а, в качестве, вообще, рас, где, ну, как я, уводен на чём. То есть вы сами к нему что чувствуете, и чувствуете ли вы к нему вообще что-то. Давайте попробуем еще как-то в этом направлении посмотреть, да, попробуем как-то еще в этом направлении поисследовать. Потому что если ваши чувства собственные к молодому человеку несколько подостыли, например, да, или вы понимаете, что он как-то вас ограничивает, ну плюс-минус, да, то, по моему взгляд, в этом смысле уже имеет, как бы, имеет значение то, что вы испытываете к молодому человеку, да, и как вы ему. Ну, в принципе, видите, что-то вот, ну, что-то ваше совместное с ним. Вот, вот, пожалуй, как-то, как-то так я бы вам сейчас ответил. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Вот, значит, хочу посылать вам всего самого доброго. Хочу посылать вам удачи. И буду вам очень благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые какие-то вот постулаты, да, значит, для психотерапии. И позволит вам определить, вот, в каком направлении, да, вы хотели бы двигаться и, значит, хотели бы двигаться вообще куда-то. Ну, то есть хотели бы что-то начать, грубо говоря, менять в себе, вот, потому что, ну, в этом случае все-таки, все-таки работать над собой, над собой придется. Вот, обращайтесь, не затягивайте, значит, не затягивайте с обращением, вот, и вам, в принципе, будет легче. Всего доброго! Продолжение следует...